А вот премьер Владимир Гройсман сегодня проверял, как тратят бюджетные деньги. Приехал на два объекта в столице. Это центр админуслуг и будущий детский сад. Говорит, решение социальных проблем сейчас одна из главных задач и обещает инвестировать в образование. Раньше в этом здании находился центр занятости. Однако, по словам премьера, помещение должно служить детям. Говорит, деньги на реконструкцию из бюджета уже выделили. И переквалификации детсадов в другие учреждения больше не будет. Мы все сделаем для того, чтобы в 2020 году в нижнем куточке края не было вообще черта. На детской садочке для украинских детей. И в каждом месте, начиная от столицы и в других местах, эта проблема будет вырежена. Сейчас черта 65 тысяч. Была 78. Но с каждым годом она будет уменьшаться. Это принциповое вопрос. Впрочем, финансировать будут не только детсады, обещает Владимир Гройсман. Украинцам нужно больше центров по оказанию админуслуг, которые будут работать прозрачно. Один из таких объектов – следующий пункт премьерской проверки. Наше завдание сегодня поляга в том, чтобы создать нормальные умовы для людей, которые оформляют субсидии, получают пенсии. Невеликий час ожидания, нормальные умовы, как для тех, кто отводит, так и для тех, кто работает. Это стандарт, который мы дальше будем расширивать по Украине. Говорил премьер и о выплатах. По его словам, деньги на повышение окладов учителям уже заложены в госбюджет. Добавят 25%. А вот инициативу Минфина по сокращению количества студентов, претендующих на стипендию, Гройсман не поддерживает. И обещает – урезать ничего не будут. Юлия Жешко, подробности, телеканал Интер.